Не слышно пока, Тима, в зуме, сейчас можем порадоваться, что всходят семена в такой момент, разъединение. Пожалуйста, порадуйтесь. Пожалуйста, порадуйтесь. Посточтимая Гелсе до этого была директором, и там живет больше 20 лет уже в Алмазной Корее. Также она президент Совета Diamond Mountain. Я немножко вам расскажу о том, как ACI и ретритные центры, как они между собой связаны. Поэтому Гешела очень по своей доброте сказал нам легко, попросил нас рассказать о Алмазной Корее. После того, как он прочитал 18 курсов, он пошел в трехлетний ретрит. «А где же я буду делать этот трехлетний ретрит?» И ему повезло, что у него были особенные друзья в Аризоне. они сказали, что у нас прекрасная земля, чтобы ты мог там провести ретрит. И в 2000... нет, в марте 1999 года... нет, 2000... Как вы видели в видео, группа людей пошли в пустыню, построили там монгольские юрты для Геши Майкла и для других людей, чтобы они могли сделать свой трехлетний ретрит. Идея была в том, что когда Геши Майкл выйдет, он будет преподавать высшее учение, и также мы научимся... выучим все разные аспекты, которым обучают в Сарамеи и в колледжах тибетской традиции. Будет школа медицины, танца, языка. Понимаете, в чем суть идеи? Когда Геши Майкл вышел из ретрита, мы переехали на другую часть, в другое место в Аризоне. Это было по внедорожью, глубоко в горе, очень такое запрятанное, тихое место. И начали там, именно в этом месте, Даймонд Маунтинг, Алмазную гору. И у нас была там... Геши Майкл преподал нам 18 курсов, группа, где-то 150 учеников. Мы пошли в трехлетний ретрит, так же, как наш Лама сделал. И вы уже встречали здесь нескольких людей в это время, что мы вместе здесь. Почему мы пошли в ретрит? Мы только заполнены были 14, 15, 16 лет. Сколько бы это ни занимало времени, то некоторые из нас делали некоторые курсы 2-3 раза. У меня никак не могла пройтись ACI 13, мне все время надо было его переделать. Для того, чтобы взять то, с чем мы были наполнены, в тихое пространство. И проработать над нашим сознанием, над собой, с этим невероятным знанием, которое нам было передано. Передано нам дальше. Необходим ретриты, чтобы начать по-настоящему понимать эти учения. Тогда потом их можно трансформировать в действие. Лучшее место для этого – это тихое место. Нет никакого мобильного оператора. 45 минут до супермаркета. Надо проложить 5 миль водных трупов. Мы создали Diamond Mountain с волонтерами. Мы построили храм. И те люди, которые будут делать ретриты в своих маленьких домиках, они их дали в подарок, чтобы вы могли туда приехать и тоже сделать свои ретриты. Это выросло из ACI. Это была частью ACI. И, конечно, продолжала ACI с высшими учениями, с диамонтовым путем, алмазным путем. Пожалуйста, приезжайте, используйте алмазный Diamond Mountain, алмазный курорт, для того, чтобы глубже понять не только учения, но и себя. И как вы можете применять эти знания в мире. Это история. Это место было построено на поту и крови, и слезах. Это для меня большая радость руководить им, потому что Гешела построил место, согласно описаниям. Например, ноль. Плохой интернет. Несколько часов, чтобы туда добраться. Но потом вы в месте находитесь, где кабинки, заполненные этими красивыми трехлетними ретритантами. Вам надо идти в место, где ваши учителя и ламы медитировали. И все другие требования для ретрита, которые упоминаются в Писаниях, они там есть. Это безопасно. Там здоровая среда. Поддержка людей, которые делали ретрит, которые могут помочь вам. С ретритами ретрита — это смесь боли, просветления и радости. Мы можем помочь вам справиться с болью. Мы надеемся, что вы с нами поделитесь своим радостью и просветлением. Вы можете приехать с группой сами. Мы можем помочь вам организовать ретрит с группой. И Гешелла приезжает туда дважды в год и пройти там один из больших ретритов. Я не знаю, так тяжело описать словами, что происходит в ретрите. Я только могу сказать, что место открывает ваше сердце, ваше ум. Я вижу столько людей, которые кивают. Здесь люди, которые там были. Келли, у вас там был, наверное, хороший опыт. Каждый там, все кивают головой. Это делать что-то к вашему телу, сердцу, пониманию пустоты, что нельзя писать словами. Это можно только прожить, как опыт. И, может быть, Франциско может показать QR-код. Там QR-код. Спасибо. Приезжайте, пожалуйста, проведите ретрит в конце апреля, когда Геша Майкл приезжает. Шуги на пути. Я буду рада вас там приветствовать, поддерживать ваш ретрит. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Может быть, вы принесите для Геша Майкла другой микрофон? Я подержу пока для вас микрофон. Что они показывают? Что они показывают? Ты мой микрофон? Пока появится другой микрофон. На подставке. Это более дорогой микрофон. У нас около 21 организации, я так думаю, где-то около этого. Они мои дети, они мои внуки и правнуки. Каждый год дедушка должен посмотреть на все эти организации. И это толстая. И это толстая. А вот это нужные деньги. Это бесконечный процесс. Это большой цикл. Я помогаю одной организации. Им хорошо. У них все нормально, пять лет, а потом они так неживно говорят «аааа». И я не люблю собирать деньги, фонрейзинг. Не люблю просить о деньгах. Я помню, мой учитель попросил меня. Нашему монастырю нужна была вода. У нас не было воды. У нас был грязный, грязный был ручейок. И когда я впервые туда поехал, мне надо было пить из этого ручейка. Это было странное чувство, потому что это была очень грязная вода. И я знал, что я выпью ее, то я заболею. Я сказал другим монахам, если я выпью эту воду в стакане, она была коричневая. Я сказал, если я выпью, я заболею. Они сказали, хорошо, не пей ее. Завтра, на следующий день, можно мне эту воду коричневую? Потому что не было никакой другой воды. И не было бутылированной воды. Вот только это грязная вода. И мы все время болели от нее. Я попросил их, почему вы не вырыть скважину, почистить эту воду. Они сказали мне, у нас нет двух долларов. Поэтому я... Есть такое место в Нью-Йорке, коробка Бога, Godbox, буквально, верхняя, около Колумбийского университета. большие церкви Америки имеют там офисы. Разные религии. У них там свои офисы. Главные офисы. Мой друг сказал мне, одень костюм, иди туда, в эти офисы богов, и стучи в двери, и проси деньги на скважину. Я помню, я пошел туда, я должен был нажимать на лифт, на кнопку, и у меня рука трусилась. Мне не нравится это. Я не хочу собирать деньги. Я хочу учиться, медитировать. И мне не нравится собирать деньги. Я помню, я стоял там, у меня рука трусилась перед кнопкой лифта. Я боялся. Говорите, это христиане были вообще-то? Я должен был их убедить, чтобы они заплатили за буддистские монастыри. Потом мой учитель, голос моего учителя сказал, слушай, надо это сделать, нет выбора. Нам нужно это сделать. Я нажал кнопку, встретил очень добрых людей, очень хороших людей. И они заплатили, я думаю, семь-восемь скважин. У нас была вода для всего монастыря. И это начало мою карьеру в фондрейсинге, в сборе денег. Мне не нравится это. Так хорошо. Я не люблю собирать деньги, но я буду делать это. Я сделаю это, если надо. Ник знает. У меня такая легкая идея. ACI – это легко. Несколько других проектов очень дорогие. Эти переводчики. ACI – это достаточно легко. Я назвал это 30-30-30. Проект назвал 30-30-30. Первая тридцатка означает, это мы завершили 30 лет. Мы завершили 30 лет ACI. И мы не просим деньги за занятия ACI, за все остальное. Если вы идете в туалет, мы оставляем деньги за туалетную бумагу. Я шучу. Но мы не просим деньги за занятия. Никто в мире не просит деньги за ACI. Нам надо собирать деньги, чтобы платить другие затраты. 30 лет мы выживали без выставляя дикты. Трехлетний ретр тоже был бесплатным. Я платил за все. И группы из Тайваня, Сингапура и я, мы платили за все. И это было сложно. В один день, я помню, надо было сократить количество печенек. И была большая жалоба. Они не могут говорить, они могут писать очень сильные записки. Я не могу поверить, что вы сократили наши печеньки. Геш Эрл написал песню. Геш Алла сократила наши печеньки. И, прошу прощения, мне нужно за все платить. Я сказал ему, 30 лет никаких оплаты. Первая тридцатка, это была вторая тридцатка. Я DCI, есть благотворительная программа. Мы отдаем 12% наших доходов благотворительности. В этом году мы их передали в ACI. Это 30 тысяч на ACI, чтобы оно продолжалось. Что такое 30 последнее в этой группе? Догадайтесь. Вы, ребята, вы соглашаетесь, платите 1 доллар в день, каждый день, 30 долларов в месяц. как долго, на сколько надо будет до следующей жизни, пока не перейдете в следующий мир. И я вас там встречу в следующей жизни, в этом следующем мире. Тогда это будет 60 в следующем мире. 30 долларов в месяц. Нет, нет, конечно. 30. И если мы каждый дадим по 30 долларов каждый месяц, 30, 30, 30, мы можем поддерживать ACI, чтобы он был бесплатным. Мой лама говорит, закрой рот и делай. Нам не надо долго об этом говорить. Мне не надо много вам рассказывать об этом. Это красивая программа. Ученики, которые прошли ACI-курсы, получили понимание дармы. Они просто должны отдавать, а новые люди должны бесплатно просто передавать им курсы. Пожалуйста, помогите мне. Мне нужна помощь. Слишком много давления в попытках собрать деньги. Если каждый передаст по доллару в день, я смогу так расслабиться, я смогу преподавать. И я предпочел бы это делать. Я рад собирать деньги, если мне нужно. Я научился это делать. Без стыдно. Без стыда. Мне бы хотелось больше готовиться к занятиям. Переводите. Пожалуйста, помогите, если можете. И вам не надо. Если у вас нет денег, пусть Бог благословит вас. Какая-то родительская песня есть. Если у вас нет надежды, нет пэни, то пусть у вас будет половина пэни. Если нет половины пэни, пусть Бог благословит вас. Ну, гешла пропел это в рифму. Тогда мне не надо будет тратить время. Я рад это делать, но я бы предпочел преподавать. Итак, мы возвращаемся к Ламриму. и на одном занятии потом у нас будет перерыв, и потом у нас будет занятие по переводу. Я делаю три занятия с переводом каждую неделю. Аризона, мировое время, Винрок, немножко, практически Шэньчжэн, того же размера. Мы преподаем в субботу утром, и мы создали красивую привычку в Аризоне. Мы встречаемся вместе. Двое китайцев, у них очень красивый дом. Они поехали в Китай. Мы медленно захватили их дом. Мы не слишком много всего там сожгли. Мы встречаемся там в субботу утром всем, да, и мы медитируем там час. Это очень мило. Потом мы делаем одно занятие по переводу для американской и европейской аудитории, потому что это вечер в Австрии, и в Москве, Новгород, Нижний Новгород, в Украине, и другие крутые места. Поэтому в субботу мы делаем одно занятие. Потом ночью в понедельник для Азии мы начинаем в 4 часа это в 7 утра в Азии мы проводим два занятия, два бесплатных. Это все бесплатно. Два занятия с понедельника на вторник. Они очень сложные занятия. И я не знаю. Там он делает создает какую-то магию в вашем сознании. Когда вы слушаете эти занятия по переводу, меняет ваше сознание. Это как магия. Я не знаю, почему, но я это делаю уже сам 50 лет. Каждое утро. Это даже часть нашего клуба «Спокойной ночи». Вы берете книгу вечером, откладываете свой телефон, лэптоп и переключатель для телевизора. Теперь мне надо попросить переключатель для телевизора. Я дал свой телефон и компьютер в 10 вечера. и ребята. А что-то еще есть? А, еще есть телевизор. Я еще говорю три драгоценности. Лэптоп, телефон и переключатель для телевизора. Вложите их в сумочку и берите оттуда книгу под армией. Прочитайте 10 минут. Это очень мощное. Если это привычка. Вам не надо понимать, что там написано. Если вы читаете книгу и понимаете ее, я не знаю, зачем ее читать. Понимаете, что я имею в виду? Если вы что-то понимаете, зачем тратить свое время на это? Прочитайте книгу, которую вы не понимаете. Вы чему-то научитесь. Не бойтесь научиться чему-то. Большинство людей ничего нового не могут выучить после школы. Некоторые даже и в школе ничего не выучат. Поэтому просто посмотрите на книгу 15 минут и засыпайте. Все нормально. Те занятия, они бесплатные. И эти занятия, они каждую неделю. Если вы не приходите на эти занятия, вы просто шумасшедшие. Я не знаю, чем вы тогда занимаетесь. Вы не можете смотреть телевизор. Я забрал ваши гаджеты. Вы можете держать лэптоп для класса по переводу. Итак, чё-чё-дам-сик. Чё-чё-дам-сик. Где? Да. Чё-чё-дам-сик означает «Дам-сик» «Дам-сик» это как клятва в основном. Но здесь, в этом контексте, это советы, дарма в целом, общие советы по дарме, особенно полу-джонгу. Ваше обещание относиться к другим людям так же, как вы относитесь к себе. Ла-джонг. Эти два обещания скажите «сок-тан-доте-сун». Этот язык очень известен, когда вы принимаете обеты. Я буду придерживаться этого обещания. даже ценой своей жизни. И есть вот эти романтические кино. Видели китайский фильм «Шэнсон» «История» из Китая? Они сделали хороший фильм, кино. когда они преподают эту часть Ламрима, они говорят «Если кто-то вас схватит, приложит нож к вашей шее, будешь продолжать, готовы отдать ладжонг, прекратить заниматься ладжонгом?» Вы должны сказать «Нет, не отражать». К сожалению, не очень часто встретишь такое отношение. Это не на самом деле часто встречается. В основном людям все равно, что вы делаете. Этот нож – это кофе, Netflix. Netflix – это нож. Некоторые люди отдают свою жизнь Netflix и кофе. Таким вот путем. Я не думаю, что в нашей жизни будет какое-то революция, и все буддистские люди должны поклясться буддизму или умереть. Это очень романтично. Если у вас получится такой удачи, я подозреваю, что мы не умрем. На каждый день у вас тот же выбор. Netflix держит нож у вашей шеи. Каждый день вам надо выбирать, делать выбор. Жизнь или дарма. что вы выберете? Тихо. Netflix каждый день. Тихая трата времени каждый день, так как большинство буддистов умирает. Их практика убивается этим Netflix. поэтому мы пытаемся проникнуть в Netflix. Я не должен собирать деньги на это, да, Сейджи? Я не должен говорить, что нам надо заплатить деньги в Netflix. Интернет, вы понимаете, что я имею в виду? Но это ACI. Я не могу собирать деньги на проект Сейджи, да? Он здесь, в белой сорочке. И это очень дорогой проект. И все организации мировоззренческие должны помогать каждому. Надо помогать всем организациям. Иногда я собираю деньги. Если вы с ним лично поговорить хотите, можете это сделать. Кава Сум, скажите. Кава тяжело сделать. Кава тяжело сделать. Это значит, есть три сложные вещи, которые надо сделать. Кстати, если этот раздел, это как маленькое советы. Три тяжелые вещи, и потом две хорошие захватывающие вещи, и потом четыре. Ну, вот таким образом. И они потом очень быстро это все описывают. Я думаю, он становится нетерпеливым, чтобы достичь шести совершенств. он пытается, начинает ускоряться. Если вы чувствуете хорошо писание, это замечаете. Такпю, это как когда лама слишком долго говорил о соборе денег, они начинают преподавать быстрее и быстрее. Такпю, такпю. Я чувствую, что он здесь делает такпюр. Это как скачки в лошадях, если буквально. Вчера у нас было это в настоящее время. Определите или узнать что-то. Что это значит? Сложно поймать, если у вас есть клэша, негативные эмоции. отследить это. Мне сложно было найти хорошее английское слово злости, желание, ненависть, раздражение, несчастность. Я так и говорю клэша. Ментальные несчастные мысли, плохое отношение. И он говорит здесь, очень тяжело признать, отловить, отследить, когда вы чувствуете, потому что вы их чувствуете. Когда вы чувствуете это, проживаете, ваше сознание не может этого заметить. Ваше сознание не может это признать, отследить. Круто, правда, мило. Негативные эмоции имеют особую самосохраняющуюся технику. Когда вы становитесь, вы злитесь, вы искренне верите, что вы не злитесь. Когда у вас плохие желания, вы искренне верите, что у вас нет плохих желаний. вы сидите в горе отеля вечер на первом этаже справа, и вы смотрите на яблочный тарт, и вы такой, у меня нет клэши, потому что яблочный тарт занял ваш мозг, и вы уже не видите свои клэши. Очень тяжело отследить, когда у вас уже негативные мысли в уме, потому что негативные мысли меняют негативные ваше сознание. Вы не вините себя таким. Второе, нембо тэнкава, что такое немо? Антидот, как антидот для яблочного пая, съесть его быстро, его там больше нету, да? Мы с рабом, мы как раз поработали над одним таким. Тяжело думать про антидоты. Если вы на кого-то злитесь, невозможно подумать от терпения. Третье, ген санскрит, 100 долларов, на санскрите как это будет? бюна гэ, ая, тантра, на санскрите это тантра, 100 долларов в нику, чтобы купить доску для серфинга. Тантра значит поток. Также значит может секретное учение, но обычно это значит поток. И тут ген чукава значит, вы знаете, че с дор джи чепа? Кетчерин, резать. Резать тантру, перерезать поток, прекратить поток. Когда вы злитесь, когда у вас атака зависти, злости, депрессии, атака яблочным паем, пирогом, очень тяжело прекратить эту атаку. Вы это понимаете, что у вас была такая атака через 24 часа. О, я был злой вчера, я разозлился вчера, или я сделал шесть яблочных пирогов. Вы это понимаете только на следующий день. кава это три кавы. Тяжело осознавать, когда у нас в моменте, что у нас есть кава, и выбрать антидоты. Сложно прекратить поток, остановить поток, пока он закончится сам по себе. Иногда это может занять 10 лет, если это развод, например. Это занимает очень много времени, чтобы естественным путем прекратился этот поток. нэнтэн работайте тяжело, старайтесь, поймите природу вашего ума, когда у вас негативные мысли, изучайте ваш ум, как ученый, изучайте ваше сознание, там много чему надо научиться, о своем отношении, настроении, изучите ваше сознание, и научитесь как останавливать, не разрешайте уму руководить вами. Ум может быть как у меня был друг по соседству, у него была большая собака. Уинстон было имя собаки. Он очень злая большая собака. Когда он вырвается из поводка, я просто бегу в свой дом, забегаю в свой дом. Ему нравится моя жена, прям влюблен, я прям ревную Квинстону. Она его кормит каждый день, и он ее любит. Он подходит к ней и так вот смотрит. И ваш ум это как вот это мощная большая собака. Надо надеть поводок на ваш большой ум. Надо контролировать ваш ум. Надо научиться понимать ваш ум. Это очень сложно. Очень сложно. Каждый ходит в спортзал, чтобы развить мышцы, чтобы выглядеть хорошо. И потом они разрешают уму делать все, что он хочет. Понимаете? это уродливо. Тело очень красивое, а ум уродлив. Думаю, моя политика, съешьте яблочные пирога, пусть тело все сделает, но оставляйте ваш ум умным. Вам тоже надо иметь красивое тело, и ум, и тело. Есть фотография, правильная фотография, изображение. Я был в Скойботе. Я, кстати, орлиные скауты. Уровень орла, это очень много времени, надо много лет, чтобы дойти до этого уровня. есть секретная награда после этого. Я не должен об этом рассказывать. Никому не расскажите. Это правило, это как секретный тест вам предоставляется. Когда вы завершаете путь в бойскаутах, вам где-то 13 лет в этот момент, если вы если учитель считает, что вы уже готовы, у них есть особенный тест. Они отвозят вас далеко в горы, дают две спички и нож. И они говорят три дня через три дня, до встречи через три-четыре дня. это тяжело, действительно тяжело. Вы сжигаете первые два спички, потому что холодно. Это действительно крутой тест для молодых людей. Он достаточно серьезен. Добраться до гор, вам надо ехать на лошади. Надо поставить все, что вам нужно на ослика или на коня. Но ослик больше всего может перенести. Но он действительно осел, простите. Но он очень тяжелый, чтобы им управлять, понимаете. Они очень такие вочливые ослики. Но вы туда накладываете все, они могут перенести пять людей, ну вес пяти людей. Хорошо иметь такого, если вы далеко едете. Следующая называется следующая часть лоджонга это собрать ваши ресурсы все. Дзом на тибетском. Дзом. Номер один. Старайтесь встретить хорошего учителя. Будьте переборчивы, особенно переборчивы касательно учителя. Не будьте как голодная собака, которая готова все подряд зайти. Будьте переборчивы наперед. Это плохая удача. Встретить учителя, изучать, учиться у него, а потом решить, что он вам не нравится. Лучше все-таки его проверить вначале. Хороший способ это спросить других людей. Ты учился у этого человека? Он честный, он хороший человек. Проверяйте с учениками. Мне нравится проверять учеников. Если ученики злые и глупые люди, скорее всего, их учитель не очень хорошую работу сделал, проверяйте учителя внимательно. И это нормально попытаться познакомиться с многими учителями, но не почему эту историю все время Геши Майкл рассказывает. 100 долларов джинс, 100 долларов. А какую историю рассказывает Геши Майкл о джинсах. Моя жена супер красивая. Я ее выбрал. Мы с ней 53 года. Я в магазин ковбойский она хотела купить пару брюк. Я всегда говорю, я не люблю эту историю. Много магазинов нет, у них нету стульев, чтобы там муж мог сесть. Это как церковь. Нужно все время стоять. Я должен стоять, ждать ее. Они пробовала 41 пару джинс, брюк. Я считал. Угадайте, сколько она купила. Давай пойдем в другой магазин, она сказала. я практически разозлился. Но вот как надо выбирать своего учителя. Вы должны быть переборчивым. Не пробуйте 42 учителя. Может быть, попробуйте. Это преданность на всю жизнь. Это большая преданность. Не выбирайте легко учителя. Вы можете пойти в магазин. Как можете попробовать? Никогда никогда не покупайте штаны онлайн. Идите в магазин, попытайтесь, попробуйте их. Мне все равно, какой размер они ставят в интернете. неправильный размер. Два человека могут попасть в эти джинсы или пол человека. Попытайтесь, протестируйте вашего учителя. И говорите, я сейчас проверяю. в древние времена была такая традиция. 12 лет проверяли учителя. 12 лет проверяли учителя. Известная есть шутка такая. Ученик пошел к учителю, и я наблюдаю за тобой 12 лет. Ты прошел, ты проходишь мои тесты. Ты хороший учитель. Я буду твоим учеником. А он сказал, давай теперь я буду проверять тебя 12 лет. Учитель сказал, теперь я буду 12 лет проверять. В целом 20 42 года. Не бойтесь проверять. И когда вы что-то покупаете, и продавец просит вас поспешить, вы сделаете ошибку. Например, вы покупаете новый автомобиль. Если продавец очень толкает вас, такой наглый, не покупайте. Не покупайте. Если продавец говорит, и все равно покупает или нет, 200 других хочет купить, вы можете туда покупать. Не спешите. Не дайте возможность ламе вас поспешить, чтобы сказать, я проверяю, проверяйте. Не стесняйтесь, это традиция, они должны это проверять. Если лама не дает вам проверить себя, я бы тогда пошел к другому ламе. Хороший лама скажет, проверяй меня, говори с моими учениками, все, проверь интернет, смотри везде. Прими меня. Если ты поймешь для себя, что я хороший, лама для тебя, выбирай меня. Если нет, найди кого-то, кто тебе подойдет больше. У каждого человека есть другое пиго, попа другая, как это по-русски сказать, попа, как ты знаешь, там что-то другое ответил. У каждого свой размер попы. Может быть, один учитель вам не подходит, может быть, он подходит вашему трубу. Не стесняйтесь, не будьте стеснительны, вы хорошие, вы выглядите хорошо, вы смешной, но я думаю, мне нужен другой учитель. Нормально, все нормально. Мой учитель сказал, но не очень большой выбор учителей. Если ты стоил одного, то уже бери его. Это шутка. Надо выбрать хорошего учителя. это ле рун, источник ле сарунва. Четыре слова. Рунва означает подходов или готов или подходит. Ле это делать работу. Готов делать свою работу. Это как вы идете в спортзал, хотите поднять, я не знаю, 20 килограмм. Ваши мышцы должны быть готовы для этого веса. Если нет, вы навредите себе. Ле саруа, вы должны быть готовы на духовные работы. Ле саруа. Это такое известное слово на ретрите алмазного пути. Мы называем это ле саруа. Это короткое название. Ле рун. Ле рун. Это очень известное слово. Алмазный путь, ретрит алмазного пути называется ле рун. Классический ле рун для ваджрагини три недели занимает тяжелой работы. Может быть, четыре недели. Ле рун называем. Когда вы получаете посвящение к ваджрагини, вы обещаете сделать четыре ле рун вашей жизни. Четыре трех недельных ретрита. Это значит, ваш ум должен быть готов к работе. Должен быть учитель хороший, но ваше сознание должно быть здоровым, отдохнувшее, умиротворенное. Никаких больших споров с людьми, ваш ум должен быть готов. Ле рун готов. Ваш ум должен быть готов. Восприимчив. И потом надо, чтобы сделать серьезную практику, такой, как ретрита, вам нужны деньги. Он говорит вещи, продукты, место, где жить. Вам даймонд маунтинг, ретритный центр, кабинка. Вы не можете сделать глубокий ретрит нигде. Это должно быть кабинка ретритная, домик ретритный, в красивом месте, тихом месте, и там должен быть красивый домик. Если люди делали ретрит, это очень хорошо. Это хорошая вибрация. Домик, если домик построен, для духовных ретритов, чувство будет намного лучше. Надо найти такое место, просится слово, намоленное место. Это требует спонсоров, которые будут оплачивать за все. И алмазный, даймонд маунтинг, алмазная гора. Если вы серьезны, мы найдем возможность, если вы серьезны, то мы найдем способ вам помочь, чтобы вы прошли ретрит. идите из своей кровати в спальне и в туалет, лучше выехать куда-то в специальное место ретритное, чтобы сделать эти трехнедельные ретриты. Начинайте с двух недель, трех недель, потом сделайте один месяц, потом два месяца, потом три, потом шесть, потом один год, потом три года. достаточно, потом достаточно. Эти люди в Алмазной горе, до того, как я им разрешил трехлетний ретрит, они проходили обучение семь лет. Не начинайте сразу стремиться к трехлетнему ретриту. Один день ретрита без подготовки, он просто ужасный, а три года без ретрита. Это вообще столько же раз увеличивается. Нам нужна подготовка, тренинг для того, чтобы быть готовым к трехлетнему ретриту. Мунламдеп означает надо начать молиться, чтобы у вас было три ресурса на ослики. Кто ослик, это три, это что? Учитель, ваш ум готов, подготовлен, обучен, и у вас есть поддержка от хороших спонсоров, хороших людей. Спонсоры очень важны в буддизме. Я знаю, это звучит не очень хорошо говорить, как-то весело говорить о деньгах, но если вы хотите серьезный ретрит, это очень дорого, стоит денег. Деньги, еда стоит денег. Такие вещи, кабинка, ретритный домик. Хорошо, чтобы это все было готовым. Хотите услышать шутку про ретрит и про деньги? Потому дедушка такой развлекающий для вас. У меня не повезло, когда я начал изучать йогу. Сколько мне надо закончить это занятие, Тим? Когда я начал изучать йогу, мне повезло иметь двух лучших учителей в мире. Они учат повороти, синган, Дэвид Ланг и Шерри Генг, великие учителя йоги. Они научили меня делать йогу, заниматься йогой. Потому что я готовился на трехлетний ретрит. Но я думал, что мне надо научиться делать какие-то упражнения маленькие в одной комнате. Потому что я в основном не покидал эту комнату три года. Это очень маленькая комната. Я думал, что йога это идеально, потому что я смогу сделать йогу внутри комнат этой. Я изучал ее с ними, я научился. Они хорошие учителя, очень ретрита. Я спросил у них, будете ли вы приходить ко мне, согласитесь ли вы каждые шесть месяцев, что я не могу с ними говорить, но они могут со мной говорить. Есть такое правило в ретрите. Учитель может прийти к вам и увидеть вас, может дать вам советы. И сказали, хорошо, мы приедем. Через шесть месяцев ретрита они приехали и у нас была особенная юрта, монгольская юрта для встречи с учителями. Чтобы они не заходили в мою юрту, я иду к ним. К юрту для встреч. Мы построили особенную юрту для встреч с учителями и мы туда туалет поставили рядом в пустыне. Копаешь там 10 метров в глубину и просто там есть такой деревянный домик с одним сиденьем такая дырочка, чтобы не упасть туда внутрь. У нас такой был туалет. Нашим всем такой туалет очень знаком. Вы слышите, как там эти маленькие жуки, которые очень полезные там жил тот жучий. Вы садитесь, слышали этот звук этого жука, но он не мог по пасхам слишком далеко было, чтобы вас там укусить, но он был ядовитый. Дэвид и Шерн приехали до встречи с нами, до встречи с нами, и мы сели в этом особенном месте. Они нас убили, не знаете, что это такое. Вот он взял мои руки и положил их на землю с другой стороны. Вот так сделала. Я такой, аааааааааааа она сказала, хорошо. Она была очень жесткая, ненормально жесткая. Потом они, мы сделали йогу, и они сказали, кстати, что-то плохое случилось. А мы такие, что? Мы же не говорим. Они сказали, у них закончились деньги на твой ретрит. И мы такие, в ретрите ваш ум очень деликатный. И они сказали, не переживайте, у Элли есть решение. У нее есть решение. И мы такие, что? Они говорят, у нас было там шесть ретритантов, кажется. Она сказала, мы будем делать ротацию такую. Вы выходите на один месяц из ретрита и работаете в Макдональдсе. И зарабатываете деньги, поддерживаете. И каждый ретритант по очереди будет на месяц, два месяца работать в Макдональдсе. И мы такие. И они тогда сказали, ахаха, первое апреля. Никому не веря. Первое апреля – это день дурака в Америке. Ну и шутка. И вы делаете большой шутку. И они такие, смеются все. Первое апреля никому не веря. У нас такая прям истерика. Через два часа они сказали, мне надо в туалет. И мы такие, ага, удачи. И там этот ядовитый какой-то, я не слышала, да идите, идите. Теперь мы такие. Мы привели их в этот особенный туалет. И закрыли двери. И мы прям слушали. И они, такая реакция была, крика, потому что звук был. Мы убежали, штаны опущенные. Это было очень красиво. И мы такие, ну, первое апреля. Убедитесь, что у вас есть деньги. До того, как вы делаете свой ретрит. Иначе у вас будет проблема. Это было весело. Может быть, пару вопросов. У нас есть еще время? Какой план? Уточняют время, во сколько будет. Он такой вежлив, что тяжело от него добиться правду. Но план был 4.15, я так понимаю, это по киото, по киотскому времени. Давайте 15 минут вопроса, я буду отвечать. Я вовремя эту шутку рассказал. Три вида опросов. Первое. О теме. Это обычно, необычно. Второе. Если есть личный вопрос. Я очень рад. Отвечайте. Не стесняйтесь. Слушайте, я уже слышал уже самые неприятные вопросы сотни раз. Многие люди сделали намного больше ужасных вещей, чем вы. Не будьте слишком горделивыми, что вы там самый номер один. Любой вопрос подходит. И третий. Если у вас есть философские вопросы о пустоте, вы можете тоже его задавать. И онлайн тоже можно задавать вопросы. Спасибо, Гишла, учение. У меня вопрос о... Я слышала в сутре сказано, внешний мир синхронизируется с нашим внутренним миром. Как будто бы звезда, как звезды, как весь внешний мир, он как бы согласуется с нашими частями тела. Где об этом можно больше выучить? У нас есть чакры цветные. Мы это обсуждали, но я пыталась об этом узнать. Можете об этом больше рассказать? Можем ли мы это использовать, чтобы мы могли думать с нашими внутренними... Внутренними... Два комментария. Первое. Я думал, что я рассказал эту историю кому-то. Я уже рассказывал эти истории уже раньше. Будьте терпеливы. Я преподаю практически каждый день в году. Я уже не помню, какую историю я вам уже рассказывал, а какую нет. В любом случае, я переводил... У нас есть серия книг классика Востока. Есть такие большие книги, Ника, 700 страниц. Например, там две книги практически, она слишком большая. У нас есть такие, знаете, как карманные книжки, которые должны поместиться в ваш карман. Можете носить их с собой. Я забирал их с собой раньше на работу, и во время обеда я бы их читал, их легче, более легкие книги под армией. И мы их переспечатали розы, их перепечатали, пересдают. И они сейчас на книгах... Что-то уже вышло недавно. Две книги, которые готовы. Гибсон по двум другим книгам работает. У нас эти карманные книжки тоже есть. Я нашел... Я встретился с сложным переводом в одной из них. Это книга «Алмазного пути». Я не мог понять слова, странные слова. Я пошел к моему учителю. У меня был словарь, который назывался моим учителем. У меня не было бумажного словаря. Мне не надо было. У меня был учитель. Я помню, когда он меня научил, какое слово. Практически, когда я был, мы были в кофейне или еще что-то. Я спрашивала его. Я не понимаю эти слова. И он говорил, «Не переживай, это астрологические слова по астрологии». Я сказал, «Баун Кальпачи, алмазный... Текст глубокий в «Алмазного пути»? Астрология? Потому что в моей стране астрология – это плохое слово. Контексты. Астрология – это хиппи, люди, которые забирают ваши деньги, и они вам говорят все, что угодно. О, Плутон. В восходной части, на восходе части, значит, надо заплатить 50 долларов за... Нам это не нравится. Мы чувствуем, в основном, некомфортно. Я был удивлен. Астрология? Он сказал, «Не думай, что это глупость, это очень глубоко. Буддистская астрология, она очень глубокая». Я сказал, «Как?» Эти слова – это буддистская астрология. И там в монастыре был мастер по астрологии, но объяснил все эти слова мне. Я спросил моего учителя, «Когда вы изучаете астрологию, это не часть курса Геши. Только тот, кто закончил курс Геши, ему разрешают изучать астрологию». Я такой удивлен. Это как йога. Те две вещи надо обучаться им после курса Геши. «Что такое астрология?» Он сказал. «Это тантра, это секретное учение». И он сказал. У нас есть такая, знаете, теория луковицы. То, что у вас есть, у нас есть уровни, есть основной канал, есть физическое тело, потом прана, карма, тело, тело пустоты, пчи, тело чпчи. Это все уровни, как луковицы. Согласно внутреннему ментальному телу и телу чпчи, и наши кости и кожа изменятся. Это внешний конверт. А внутри наше сознание, внутри сознания пустота. Между ними там семена. Если семена хорошие, чпчи хорошие. Если чпчи хорошие, чакры хороши, чакры хороши, тело в хорошем состоянии. Если тело в хорошем состоянии, тело в хорошем состоянии, тогда небо в хорошем состоянии. Интересно. Следующие конверты. Это очень красивая идея. Это правда, что если вы изучаете, умеете правильно читать планеты и звезды, вы можете многое сказать о вашем внутреннем теле. Можно сказать также о вашем уме. Есть система, как это может быть. Это один ответ. И это занимает много обучения. Надо дойти ламу, который знает про кала-чакру. И это занимает много времени. Эти книги не самые длинные в буддизме, одни из самых длинных. Кедру-Че написал двух или три. И они тяжелые. Вы можете найти кала-чакру масс, мастера кала-чакры, изучать, учиться у них и займет много времени. Но есть похожее обучение на следующей странице Луи Джонгкос. Такое обучение начинается. Поэтому просто подождите еще один день. Мы поговорим об этом завтра. Будет завтра. Как у нас со временем? У вас все хорошо? Продолжение следует... Продолжение следует... Мой друг в коме или подруга их семья надо будет принимать решение о автоназии, скорее всего. Я пыталась засеять семена, чтобы прекратить его смерть. Но кажется, что ничего не работает пока что. Я хочу спросить, как я могу засеять мощные семена, чтобы помочь моему другу от этой трагедии, и как помочь тому человеку. Хороший вопрос. У нас был похожий вопрос вчера или позавчера о автоназии собаки или домашнего животного. Ответ тот же самый. Если вы буддист, если вы действительно понимаете учение... Есть известная история Будды. Кто-то спросил Будду, сколько людей идут в ад после этой жизни, а сколько людей не идут в ад после этой жизни? Будда сказал, так показал, он дотронулся до земли. Он обычно в саду проводит обучение, в лесу, дотронулся до грязи. Он показал несколько кусочков грязи на пальце, столько вот не идут в ад. Они сказали, кто-то ждет в ад. Остальная часть планеты, миллиарды людей, тонны людей. Вот столько вот, столько не идут в ад. Все идут. Остальные идут. Это не... Это не... Это буквально. Есть такой вот небольшой процент. Люди... Очень общепринято, что люди идут после этого жизни в ад. Если вы могли увидеть, прожить опыт в аду, вы можете прочитать об этом и не поверить в этом. Никто не верит в эти описания. У христианской риги есть такая шутка. Самое большое достижение дьявола в том, что люди не верят в ад. Если вы могли бы увидеть реально ад и знали бы про это, вы бы пытались удержать людей живыми как можно дольше, независимо от того, какое страдание у них в больнице, в коме. Это ни с чем нельзя сравнить, если сравнить с адами. Если вы могли увидеть, где они будут через час после этого, никто бы никогда бы никого не убивал таким образом. Потому что следующее место намного хуже. В буддизме, если вы действительно понимаете буддизм, лучше попытаться удерживать их живыми, даже если они страдают, если серьезные страдания. Мой отец решение Брамсона япин, кокаин и морфин. Дайте им кокаин, морфин. Может быть, снизьте их неотвержденную боль, но не убивайте их. Не дайте им умереть. Я знаю, это очень тяжелые ответы, непопулярные ответы. Я не боюсь отдавать непопулярные ответы. Вы уже, наверное, заметили это. Но это официально буддистская точка зрения. Но дальше если вы действительно не принимаете ады, и вы не понимаете их, и вы просто видите страдания человека, и вы понимаете, каждый понимает, что нет никакой надежды для них, и вы чувствуете, что вы хотите прекратить ихнюю боль. С моей точки зрения, если вы это сделаете с этой мотивацией, это хорошо для вас и для них, с моей точки зрения. Если ваша мотивация чистая, вы действительно хотите помочь им, и вы хотите выключить, вытянуть, выключить розетку, да, то есть, ну, короче, я верю, что мотивация намерений это номер один, это 99%, если ваша мотивация чистая, правильная, я верю, что вы засеете хорошие семена, я верю, если ваша мотивация чистая, то возможно, что вы можете помочь этому человеку, потом вы должны учиться внимательно, все лучшие практики и молитвы, чтобы помочь им в тот момент, как они умирают, они выглядят, что они не сознательны, но они что-то могут слышать в этот момент, они могут чувствовать что-то, возможно, помочь им, если ваша семья решит выключить подачу жизнедеятельности, и вы не можете это остановить, чтобы сделать это все мирным, насколько это важно, что люди умирают мирно, и семья не должна ругаться или спорить в этой комнате, если большинство семьи не понимают буддизм, и они хотят закончить жизнь этого человека, я верю, реальный буддист может сделать из этого хорошие вещи, я верю, что реальный буддист может сделать мощные молитвы, молитвы, практики про прания, я верю, что если вы хорошо обучены, вы можете им помочь очень сильно, поэтому это как бы зависит от мотивации, и я бы не спорил с семьей, я бы пытался уважать желание семье, вы не измените их сознание за один момент, за один год, я думаю, что лучше будет, если будет мир в семье, и если человек умирает, они могут чувствовать эмоции в комнате, поэтому очень важно, что семья объединена, поддерживая друг друга, они не ругаются, отключаем его или не отключаем его, это более важно. у нас будет особенное занятие, перевод Сэйджи Арао будет по переводу, до этого, я хочу сделать объявление, завтра у нас будет принятие обедов с первого, с часа до 2 п.м., я так понимаю, по Киото, мы также предложим на первом занятии завтра, поскольку мы начинаем в 10 или в 10.30, я не слышу, завтра в 10.30, если вам интересно принять эти обеты, вы должны прийти на это занятие, потому что мы будем говорить, как принять обеты, какая разница между принятием их как желание и как действие, мы будем сначала по этому пройдемся, если вы хотите принять обеты, приходите на это занятие, а потом мы будем проводить церемонию, если вы онлайн, мы тоже вас приглашаем, чтобы принять обеты. Хотите историю про обеты услышать про дедушки? От дедушки? Когда мой учитель собирался дать высшие обеты на следующий день, мы были в чьем-то доме в Северной Вирджинии, я думаю, что вы их не знаете, это женщина, она была профессором в Вашингтоне в Американском университете, и она сказала, можно задать вопрос, вопрос задать Верен Поче? Она сказала, вы нам даете обеты завтра, высокие обеты. Да, он сказал, и он тогда, она тогда ответила, я услышала кое-что об этих обетах, и он такой, что? И она сказала, они очень серьезные, очень мощная карма. Он сказал, да, они такими есть, поэтому мы их принимаем. Она тогда сказала, нет, 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 я слышала, если вы их нарушите, вы пойдете в ады. она сказала, я не знаю, хочу ли я принимать такие обеты, я сомневаюсь, потому что я их нарушу, если нарушу, я пойду в воды. И он начал смеяться, он такой веселый был, рассмеялся, она такая серьезная, он такой смеется. Она такая серьезная, он сказал, милая, ты все равно идешь в воды. она такая, что? Да, дорогая, ты идешь в воды все равно. Потом, если ты принимаешь обеты, и потом их нарушаешь, ты можешь хотя бы пожаловаться на это. Все эти люди в водах, вы, вы попали сюда, потому что вы убили других людей, вы украли и у других людей, какие-то, ну, изменяли с чужими женами, я здесь, потому что я нарушила свои высшие обеты. Я не такая, как вы. Хорошо? сэр? Мне нужно подтверждение персонала в 9 или в 10.30, потому что у нас еще есть занятия по йоге, но я не уверена, какой график неправильный дать инструкции людям. с 9 до 10. Хорошо. Мы в чате разместим завтра в 9. У нас будет описание обетов, занятие по описанию обетов. Проверь свой телефон. У нас тут разные ответы, я получаю. Приходите и на то, и на другое, независимо от того, это будет в 9 йога или будет описание обетов, и потом в 10.30. Как насчет такого подхода? Мы увидим вас через 30 минут для занятия по переводам. Спасибо вам большое. Благодарю всех, кто слушал перевод на русский язык.